Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на онлайн-беседу о значимости здорового образа жизни сотрудники Абинской межпоселенческой библиотеки филиала номер 3 пригласили фельдшера Абинской районной больницы Скляра Дениса Николаевича. Профилактические беседы очень важны и нужны в наше время. Денис Николаевич является фельдшером Станицы Шапсукской и он напомнит о том, что здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни. Спорт, правильное питание, позитивный психологический климат в семье, отсутствие вредных привычек делают жизнь каждого человека счастливее, длиннее и ярче. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Скляр Денис Николаевич. Я являюсь фельдшером Абинской ЦРБ и сегодня хочу с вами поговорить на тему, что такое здоровый образ жизни. Добрые советы также дам вам сегодня, как правильно себя лучше чувствовать в той или иной ситуации. Друзья, здоровый образ жизни это не только особое питание, как мы знаем, или занятие спортом. ЗОЖ это целый комплекс мер, мероприятий, направленных на улучшение здоровья и профилактику патологических процессов в организме. Соблюдение ЗОЖ позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Преимущества ЗОЖа. Начнем с того, что во многих странах, не только в России, проводили ученые, медики, а всякие различные опросы. И те, кто недавно поменял свой образ жизни в лучшую сторону, у них заметно улучшилось самочувствие, настроение и изменилось мировосприятие. Давайте начнем с того, что в основы и методы формирования здорового образа жизни где-то можно распределить на 7 таких столбов, как бы 7 столбов основных. Это физическая активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, гигиенический уход, полноценный сон и отдых, оздоровительные процедуры и эмоциональный настрой. Давайте подробно остановимся на каждом подпункте, коротко, но я надеюсь, что будет все понятно четко. Начнем с того, что физическая активность, что в это включает себя? Не обязательно нужно ходить в зал, если у тебя нету под рукой или где-то рядом в такой сейчас ситуации, как сейчас в стране происходит, то физическая активность связана даже с тем, что если ты просто ходишь, больше нужно ходить, по возможности бегать, это всегда увеличивает состояние и самочувствие организма. Также тем же занятия футболом, баскетболом. То есть, если вы двигаетесь, если вы не сидите на месте, если вы активный образ жизни ведете, физическая активность, присутствие в вашей жизни, то это всегда идет только в плюс. Сбалансированное питание, друзья, это не только распределение на то, что в сбалансированном питании это понимание очень такое, растяжимое. Но остановимся на таком подтексте, как употребление всеми любимых чипсов, сухариков, оно всегда, никогда к добылу не приводит. Потому что чем старший человек становится с возрастом, у него всегда потом после этого наступают проблемы с желудком, из-за того, что он употреблял какое-то время чипсы или сухарики. То есть, мы медики в этом плане всегда советуем, стараемся советовать, чтобы нельзя есть такую пищу. Кока-колу нельзя пить, потому что кока-кола очень плохо влияет на сахар в организме. Если у вас повышенный сахар в организме, это никогда к добру не приводит. И очень большой риск потом приобрести заболевания, у которых потом большие последствия, к сожалению. Сбалансированное питание, что еще сюда входит? Это, конечно же, овощи, фрукты, тем более сейчас летняя пора. Сейчас везде на огородах есть овощи и фрукты, поэтому старайтесь больше их есть. То есть, всегда нужно обязательно делить свою пищу на несколько частей. То есть, условно, не так, что ты пришел, за целый день никогда не ел, только сегодня сел, поел один раз и все. Нет, так нельзя. Нужно всегда делить пищу на 4-5 приемов, то есть, маленькими порциями и по чуть-чуть. Но желательно, конечно же, всегда ее делить. Нельзя ее есть целиком, полностью, сразу, потому что наш желудок тоже не воспринимает большой объем пищи, потому что из-за этого тоже могут начаться иные проблемы. Отсутствие вредных привычек. Это я понимаю так, что вам уже я об этом рассказывал в нашей недавней беседе. И курение, и алкоголь, также и наркомания сюда тоже входит в это такой подпункт. Вы сами прекрасно понимаете, что когда человек употребляет алкоголь, когда он курит сигареты или какие-то тяжелые наркотики, никогда из-за этого не получится ничего хорошего. Условно, если ты куришь, это обязательно у тебя с возрастом начнут проблемы с легкими. Из-за проблем с легкими у людей очень часто развиваются такие заболевания, которые также неизлечимы. Это то же самое, что можно всегда вернуться в тему употребления кока-колы и связанный сахар в организме, повышенный из-за кока-колы. Поэтому в ваших же интересах не употреблять сигареты, не курить, не пить. И не надо употреблять наркотики, потому что это к добру никогда не приводит. Полноценный сон и отдых. Это в этот подпункт можно внести все очень легко и просто. Человек должен всегда отдыхать. Это 100% обязательно. Но для того, чтобы человек полностью отдыхал, требуется здоровый 8-часовой сон. Как мы его можем получить? Полноценный сон зависит от того, во сколько ты лег спать. Если ты лег спать в 12 ночи и проснулся в 6 утра, это не является здоровым сном. Здоровый полноценный сон должен происходить с 9 вечера и до 7 утра. Или с 10 вечера до 8 утра. Обязательно человек полностью должен расслабляться и спать. Если человек не досыпает, у него из-за этого начинаются проблемы с кожей. Вы, конечно, еще молодые об этом думать. Но если ты также, еще раз вернусь, употребляешь сигареты, и у тебя при этом еще неполноценный сон, то у вас будут проблемы с кожей. Начинаются появляться морщины, кожа становится более грубой, твердой. То есть она не будет упругой и чистой, как сейчас в вашем возрасте. Поэтому здесь тоже нужно обязательно соблюдать полноценный сон и отдых. Гигиенический уход. Все взаимосвязанное у нас получается. И если вы не моете овощи, то из-за этого может, конечно же, у вас в кишечнике происходить всякие такие вот процессы, которые постепенно, постепенно тоже будут ухудшать ваше состояние самочувствия. Поэтому всегда, всегда обязательно нужно мыть овощи, всегда нужно мыть фрукты. Всегда нужно два раза в день чистить зубы, утром, вечером по возможности. А это делать нужно обязательно, потому что если вы не чистите зубы, то также у вас начнутся проблемы с желудочно-кишечным кровообращением. И также в желудке начнутся всякие процессы, которые вам потом никогда до добра не доведут. И последнее, о чем хочется остановиться, это, конечно же, эмоциональный настрой. Если человек нервничает, это уже доказано всеми. И врачами, и не только врачами, то есть всеми, многими людьми, которые сами по себе знают, что это такое. Эмоциональный настрой человека очень важен. Если человек нервничает, переживает за что-то, у него обязательно-обязательно будет тоже развитие иных заболеваний, потому что в нашем организме все взаимосвязано. Если человек нервничает, то, конечно же, у него будет риск поднятия каких-либо заболеваний. В этих советах самое главное, что в заключении нашей темы хочу сказать. Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций, не держать зла, отпустить все обиды, не завидуйте, не делайте людям зла. Мыслить позитивно в любой ситуации, нужно всегда находить положительные моменты. Не тревожиться ни из-за чего. Если справиться с тревожностью не удается, нужно обратиться к психологу или поговорить с каким-нибудь врачом. Или со своими родственниками. Надеюсь, моя беседа вам понравится. Надеюсь, скоро все это закончится в плане карантина. И мы с вами увидимся в нормальной обстановке и нормально поговорим на более другие, еще более другие темы, которые будут беспокоить вас. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok